Уважаемые юные герои, я думаю, что и в наше время непростое всегда есть место подвигу. Неделю назад мы при задержании опасного преступника проявили мужество, смелость, отчаяние, находчивость и задержали по горячим стопам этого негодяя. Перед Владимиром Некешкиным стоят трое жителей города, которых он по праву называет героями. Они не прошли мимо правонарушения, не остались безучастными, а помогли задержать злоумышленника. Все произошло в пятницу, 16 октября. Два друга, Дмитрий и Александр, отправились на прогулку. У одного из городских кафе они заметили потасовку. После словесного конфликта один из мужчин достал нож и ударил другого в шею. Не было у меня каких-то раздумий остановиться, пойти дальше или все-таки помочь, пройти мимо. Почему-то я просто решил, что это необходимо. Тем более, когда я видел, что человек лежит в крови, другие просто проходят, либо стоят рядом и смотрят. Для меня это уже было необходимо все скорее. Именно Дмитрий заметил назревающий конфликт и первым бросился на помощь. Злоумышленника задержал Асланбек Гульмагомедов. Он под ножкой свалил мужчину на землю. Александр связал его поясным ремнем и уже после попытался помочь пострадавшему. Как только я увидел мужчину, я сразу же стал оказывать ему первую помощь. А в это время тот мужчина, который является свидетелем, и мой друг удерживали, не удерживали, а фактически прикрывали мне спину тем, потому что я находился спиной к двум подозреваемым. Трое рязанцев удерживали злоумышленника до приезда полиции. Они также не допускали свидетелей на место преступления, чтобы те не испортили улики. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего убийства. Расследование уголовного дела продолжается. Трем героям была объявлена благодарность за содействие следственным органам и помощь в задержании злоумышленника. В настоящий момент направлено ходатайство о награждении всех троих рязанцев медалью Следственного комитета Российской Федерации за содействие. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».